У меня есть майка с Дональдом Трампом. У меня нет майки с Камалой Харрис. Интересно, Дональд боится щекотки? Майки нет. И выбора нет. Добрый день, друзья, я здесь прочитал, что Наталья Штурм вмешивается в американские выборы, стал гуглить и вот нарыл этот ролик. Вот это имеется в виду, что так вот заслуженная артистка Автономной Республики Крым в 2001 году получила это звание. Наталья Юрьевна Штурм вмешивается в американские выборы. Ну, прикольно, да. Я вот о чем подумал. Мне вот интересно, за кого на самом деле будут голосовать американцы. Те американцы, которые из одного цеха с Натальей Штурм, которых знают слушатели, зрители, поклонников, которых миллионы в нашей стране. Вот за кого будет голосовать Леонид Агутин? За кого будет голосовать Кристина Арбакайте? За кого Валерий Леонтьев, в конце концов, будет голосовать? Все вот эти вот обитатели славного города Майамска. Ну и прочих. И те, кто в Нью-Йорке живут. И там, я не знаю. И те, кто в Калифорнии. Там, не знаю, наши кинематографисты. Это Саша Цекало, Тодоровский. Вот все эти американцы, они будут принимать участие в выборах? Если да, то за кого они будут. Потому что, как мы знаем, богема американская и Голливуд в целом настроены очень сильно против Дональда Трампа. Они все там топят за Камалу Харрис. Вот недавно и Мэрил Стрип просто назвала в эфире Камалу Харрис. Назвала президентом. На что-то отлучилось, что еще, мол, 40 дней ждать с чем-то надо. Только когда станет президентом. Вот это вот интересно. А Наталья Штурм молодец. Да, она, в общем, как бы выступила как ньюсмейкер. Зачет. Субтитры сделал DimaTorzok